Увести мяч от соперника – лишь половина успеха. Для победы важно прорвать оборону и забить счастливый гол. На страже ворот команды «Дельта Амур» стоит благовещенец Саша Аверьянов. Парень только недавно освоил новый вид спорта. Первым и пока преобладающим остается хоккей. Саша – игрок форварда. На летних каникулах решил расширить досуг, сменив лед на зеленый ковер. Мы в телефонах очень много сидим, по два часа в день. И вот позвали нас, я позвал друга, чтобы он тоже так не сидел. Ну, чтобы чем-то заняться, потому что летом у нас дел немного, можно только погулять по городу, по набережной и все. Вот это вот тоже неплохо придумали, хорошая задумка. У меня настрой на игру очень хороший, так что я подбадриваю команду. А так, игра, да, азартная. Если ты проигрываешь, ты теряешь все, а если выигрываешь, то больше за золото. Это очень, как бы, ответственная плева. Разнообразить летний отдых не прочь и прекрасная половина человечества, которое носит гордое звание мам. Их специальный отряд быстрого реагирования сформировался в мае этого года. Многие впервые вышли на поле. Меньше чем через месяц уже оказались в водовороте турниров. Сами мы не профессионально, не играем в футбол. Мы обычные мамы, ну, просто немножко увлечены спортивной деятельностью. Вот сама я, у меня дети не играют в футбол, потому что я мама двух дочек. Но на личном примере мы в любом случае обязаны своим детям показывать, что спорт – это норма жизни. И они должны этим гордиться. В футбол я играла только в детстве, с пацанами во дворе. Ну, это, наверное, как многие другие. Помимо этого, я просто бегаю, увлекаюсь бегом, с футболом. Но это азартная игра, это захватывает, это интересное желание пнуть, забить, обвести. Ну, главное – не повредиться. Четыре детских и три родительских команды вышли на поле в рамках летнего проекта «Дружный семейный футбол». Раз в неделю коллективы встречались в схватках. Через месяц показали итоги тренировок в финале, завершив тем самым первый этап летнего проекта. В этом году вместе с управлением по спорту мы занимаемся вот таким интересным проектом – «Дружный семейный футбол», в котором у нас участвуют дети, как мы можем наблюдать. На протяжении всего лета у нас будут три этапа игры. То есть сегодня у нас награждение уже первого этапа, потом у нас июль и заключительный этап – август. Вот. Участвуют дети, участвуют папы, участвуют мамы. Поэтому все задействованы. У нас приурочен этот проект к году семьи. Набор во второй этап турнира завершился. Однако у любителей футбола есть возможность проявить свои возможности в третьем этапе. Он пройдет с 1 по 25 августа. К участию приглашаются юные благовещенцы от 9 до 13 лет и взрослые, желающие приобщиться к популярной командной игре. Подробную информацию можно уточнить по номеру, указанному на экране. Екатерина Борисова, Галина Мартынова, Леонид Уткин. Программа «Город».